всем здравствуйте меня зовут алия муслимова я основатель проекта и к есть авторский шоколад изготавливаю натуральную шоколадную продукцию по веган рецептурам без белого рафинированного сахара идея запустить проект у меня пришла в 2020 году на тот момент я была в поиске себя хотела найти дело своей жизни владеть каким-либо ремеслом и мое внимание привлек именно шоколад в связи с ситуацией на тот момент пройти обучение по данному направлению было возможно только в онлайн формате я обучалась на курсах у нескольких профессиональных шоколадье и вот в начале 2021 года когда я поняла что это мое у меня получается мне это нравится я решила запустить свой проект ну все мы знаем что натуральный именно шоколад он очень полезен для здоровья именно с началом своей деятельности я поменяла свои пищевые привычки питание в целом что очень положительно сказалось на моем здоровье и в состоянии и поэтому могу смело сказать что вот изюминка моего продукта в его составе основные компоненты которые я использую это тертое какао из премиальных какао бобов фенадоарома нерафинированное какао масло и подсластители такие как сироп топинамбура либо кокосовый сахар без красителей ароматизаторов и без пальмового масла которые часто добавляют для удешевления продукта и на данном этапе я готовлю свою продукцию из полуфабрикатов сотрудничаю с производителями которые работают напрямую с фермерами и кооперативами расположенными в эквадоре перу индия где исторически произрастает какао дальнейшем планирую начать делать шоколад с нуля это означает бинту бар шоколад переводе производства шоколада от какао бобов до плитки для этого мне необходимо купить меланжер это такое такая мельница которая перемалывает какао бобы до пастообразные до пастообразного состояния вот это и есть тертое какао вот перемолотые какао бобы сложности как таковых у меня не было вот единственное что не тяжело давалось это подсчет себестоимости вот сейчас я получаю знания о ценообразовании повышаю потихонечку свою финансовую грамотность я даже не знала что элементарно считать газ либо воду потраченную то есть это все входит в себестоимость самое непредсказуемое и то что заставляет производителя шоколада держать руку на пульсе это урожайность какао бобов она напрямую влияет на стоимость шоколада вот в этом году например возникла проблема с погодными условиями есть были ливни аномальная жара это помешало созревать какао бобам и также к этому добавились еще насекомые которые вредят деревьям поедая их листья и цветочки и вот глобальная поставка какао бобов стала под угрозой и что соответственно повлияло на сцен вот если например тертое какао в том году в 2023 году стоил килограмм от полутора тысяч то в этом году от 3000 рублей в таких ситуациях я постараюсь найти выход если например для моих клиентов какая-то моя продукция становится дорогой например конфеты либо шоколад то я предлагаю им не менее полезный и очень даже вкусный вариант это например как шоколадные ириски которые не требуют дорогостоящих ингредиентов вообще конкурентов не изучала я начала изучать конкурентов как когда у меня пошли продажи вот это был зов души это на меня даже как говорю повлияло на мое здоровье состояние психологическое также целом если взять конкуренция с каждым годом растет именно вот моем направлении производителя бенту бар шоколада на растет с каждым годом то есть становится популярным как и говорила конкуренты нужны это значит что рынок работает и его можно входить так как я не имею пока на данный момент как и говорил эту мельницу меланжер как бы с домашних условий перешла мини такой цех пыталась сделать как бы да то от ста тысяч примерно а если же это уже прямо вот взяться и решить там с отдельными приборами например то от 500 тысяч примерно вот так вот бизнес мне помог пройти лабораторные исследования моих изделий и я получила две декларации это на шоколадной плитке и на конфеты я планирую сейчас уже жду звонка от них от моего бизнеса чтобы зарегистрировать товарный знак я планирую сейчас арендовать чуть больше помещения для того чтобы не только там изготавливать свою шоколадную продукцию но и проводить обучающие мастер-классы хочу делиться своими знаниями передавать параллельно конечно же пройти еще раз очное обучение как нужно повысить свою квалификацию и самая такая основная цель стать профессионалом своего дела точки продажи вот у меня оффлайн это торговом центре башкирия магазин полка ручной работы также флауау онлайн и а вот недавно стала участь купе rb вот со своей продукции тоже онлайн площадка наша и планирую выйти на озон либо вайлберрис также нанять сотрудников то есть делегировать потому что сама как бы иногда я не справляюсь заказами начинающим предпринимателям я посоветовала бы при правильном подходе это анализировать рынок выбрать нишу которая по анализам по опросам будет приносить большой доход хороший доход и то что будет ближе по душе вот по интересам а очень очень